Здравствуйте! На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы, и сегодня у нас такой вопрос. Несут ли крестные ответственность, если их крестники не ходят в церковь? Очень важный практический вопрос, потому что многие люди вообще отказываются от того, чтобы становиться крестными, как только узнают о том, какая ответственность накладывается на крестных родителей. Действительно, мы крестим наших детей ради веры родителей, ради веры восприемников, тех самых крестных, которые на языке церкви называются таким красивым словом «восприемники», в надежде и в обещании того, что дети будут воспитаны в православной вере, и когда они вырастут, они станут православными христианами. Ну или, по крайней мере, скажут «спасибо вам, мама и папа, что тогда, когда я был маленький, спасибо вам, дорогие крестные, за то, что вы тогда меня покрестили. Если бы я тогда мог чего понимать, я бы сам ответил на те самые вопросы, которые задает священник, и дал те самые обеты, которые дают крестные восприемники». Вопрос об ответственности крестных — очень важный вопрос. Действительно, и крестные, и родители отвечают за то, как будет воспитан ребенок. То есть, если родители не полагают достаточно усердия и сил для того, чтобы воспитать детей в вере, то они подпадают под проклятие, которое в Библии выражается такими словами «проклят, кто дело Господне делает небрежно». Безусловно, быть крестными и участвовать в духовном воспитании своих крестников — это дело Господне. И поэтому, если крестные родители недостаточно сил полагают для того, чтобы воспитать детей православными христианами, они подпадают под это осуждение. Ну и узнав об этом, как я уже сказал, многие крестные вообще отказываются, что я не готов отвечать за то, какими вырастут наши дети. И мы видим, что в самом вопросе, на который я пытаюсь ответить, несут ли крестные ответственность, если их крестники не ходят в церковь. Надо очень четко себе представлять, что вообще все, что мы в этой жизни делаем, за все, что мы в этой жизни делаем, мы отвечаем за то, за что мы должны отвечать. Простите за такую тавтологию. То есть вот дело воспитания ребенка. Поросеночек рос, 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 ну и выросло, как бы что выросло, то выросло. Кто виноват в том, что выросло то, что выросло? Виноваты родители. Я под словом «виноват» не имею в виду вину осуждающую. Слово «вина» буквально означает в славянском языке некую причину. То есть представим себе, что ребенок вырос замечательно. Он окончил школу с золотой медалью, поступил в престижный вуз, ходит в храм, исповедуется, причащается, имеет горячую веру. Виноваты ли в этом родители? Есть ли в этом их заслуга? Безусловно, есть. Есть ли в этом заслуга крестных? Безусловно, есть. А есть ли в этом заслуга самого человека, который вырос, выбрал себе соответствующее образование, служение, остался верующим или стал верующим человеком? Конечно, есть. Мы можем сказать, что вина как причина и заслуга как причина, она каким-то образом распределяется между всеми участниками этого образовательно-воспитательного процесса. В чем-то заслуга или вина родителей. В чем-то заслуга и вина бабушек и дедушек. В чем-то заслуга и вина школы. Помните, Высоцкого, теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа? То есть, это два столпа воспитания. Семья и школа. Чему нас учат крестные? Каким образом они влияли на мое воспитание? Как они молились за меня? А сам-то я где в этой истории? Есть ли моя заслуга в том, что я хорошо учился? Или это заслуга только родителей? Есть ли моя заслуга в том, что я не потерял веру или, наоборот, обрел ее, может быть, гораздо более глубокую и сильную, чем была у моих родителей или у моих крестных? Это все открытые вопросы. И ответа на них до конца мы не узнаем до страшного суда и пришествия Христова. Важно понимать, что то, за что отвечаю я конкретно, я должен делать с максимальной ответственностью. Поэтому очень важно разобраться, за что же все-таки отвечают крестные. Значит, крестные отвечают за то, чтобы родители воспитывали детей в православной вере. Это раз, но опять мы понимаем, что родители — это взрослые люди в свободной стране, и у крестных нет власти заставить родителей совершать те или иные поступки. И поэтому в реальности современной жизни крестные отвечают только за то, как они молились за своих крестников. То есть, когда мы живем не в деревне на одной улице, когда вы не имеете возможности регулярно воспитывать ваших крестных детей или вообще не имеете их возможности воспитывать. Я знаю ситуации, когда крестная, например, рассчитывала постоянно участвовать в жизни своих крестников, а они вообще переехали в другую страну. И такое может случиться, когда вообще никакой возможности не будет. Давайте вспомним крестную всех времен и народов, знаменитую Золушкину крестную. Она вообще висела в виде портрета на стене в комнате Золушки и никак не могла ее воспитывать, никак не могла ей помочь, никак не могла повлиять на то, ходила ли Золушка в храм или не ходила. Но она за нее молилась, и именно поэтому в сказочной истории ее назвали феей. По молитвам крестной тыква стала каретой, и прекрасный принц оказался в нужное время, в нужном месте и в нужном настроении. Да и сама Золушка сумела повести себя так, чтобы прекрасный принц потом бросился ее искать по свету, поняв, что это главное, что у нее в жизни было или может быть. Вот за что отвечают крестные. Крестные отвечают в жизни человека за чудо. И каждый раз, когда вы соглашаетесь или ищете, наоборот, людей, которые могли бы стать крестными вашим детям, вы должны задуматься над тем, какова молитва этих людей. Будут ли они молиться за ваших детей, будут ли по этим молитвам совершаться чудеса в жизни ваших детей. Вот за чудо крестные отвечают. Если они не молились за своих крестников, они будут отвечать по всей строгости божественного закона. Если же они сделали все, что от них зависело, молились и по возможности воспитывали их, но поросеночек все равно не хочет ходить в храм, то в этой ситуации ответственности крестных, конечно, никакой не будет. Поэтому нужно же понимать, что дети сами живут свою жизнь уже в детстве, а тем более, когда они выросли. Они сами отвечают за свои поступки, они сами получают награду за свои добродетели. Поэтому если вы готовы молиться за своих крестников, что бы с ними ни случилось, как бы вас не разбросала жизнь, вы можете не знать об их судьбе в течение многих лет вообще, где они, что они, как они. Но если ваш портрет на стене висит в их комнате, если вы сами молитесь за них так же, как вы молитесь за своих собственных детей, а может быть даже и горячее, вы на правильном пути, и никакой юридической божественной ответственности за то, что они выросли теми или другими, у вас не наступает.